Уважаемые коллеги, в начале коротко, почему вообще заинтересовалась тема ферросплавной промышленности. Мы в рамках гранта для азиатской России разрабатывали проблему черной металлургии. И в частности, вот как раз сегодня звучало, Юрий Алексеевич говорил про завод Звезда и звучали некоторые комментарии относительно возможности производства вот этих вот судов. И мы там построили некоторую цепочку поставок, но если ее в такой общей схеме изобразить, это вообще в целом цепочка поставок для черной металлургии, но именно в таком укрупненном варианте. И вот в этом блоке сырье снят очень важные компоненты, без которых, по сути, нельзя будет получить ту необходимую сталь для того, чтобы реализовать ряд проектов, которые нам позволят развивать не только азиатскую Россию, но и Россию в целом. А в текущих условиях, когда на нас наложили огромные санкции, и это в частности доказывает принятая недавно стратегия развития металлургии в России, которую 28 декабря приняли, очень сильный акцент делается на ферросплавную промышленность. И дело в том, что когда мы начинаем изучать ферросплавную промышленность, выясняется, что достаточно мало материалов посвящено ей. То есть про нее все знают, про нее все думают, но как-то вот не сильно раскрыта данная информация. Кстати, про цепочки поставок, если что, более подробно я планирую делать доклад на конференции имени академика Гранберга в октябре. Это именно такая обобщенная схема. Поэтому вот была заложена такая цель для того, чтобы сильнее расшивать вот эти вот цепочки поставок, которые формируются вокруг предприятий черной металлургии, как раз рассмотреть ферросплавную промышленность, особенно в контексте текущих геополитических условий. Но для того, чтобы нам понять, какие там проблемы присущи, поскольку у нас вся эта промышленность касается всей России в целом, а не только азиатской части, то, соответственно, это определило и структуру выступления. Если кому-то более подробно интересно будет посмотреть, вот уже вышла такая первоначальная публикация с некоторыми такими вопросами. Что касается ферросплавной промышленности России. Промышленность у нас это есть, она достаточно большая. В основном мы производим так называемую группу больших ферросплавов. То есть к ним относятся сплавы кремниевые, марганцевые, хромовые. Почему называется она большими ферросплавами? Потому что они производятся сотнями тысяч тонн, иногда миллионами тонн. Все остальное это так называемые малые ферросплавы. Они производятся в малом количестве. У нас в России они достаточно небольшое производство. По некоторым ферросплавам у нас производства вообще фактически отсутствует. Но даже внутри вот этой вот большой группы там тоже все неоднородно. То есть, например, если хромовыми ферросплавами мы полностью себя можем обеспечить, то есть мы всю эту номенклатуру производим, то вот в марганцевых ферросплавах мы, например, в промышленных объемах не производим металлический марганец, который в последнее время очень часто используется для того, чтобы нам производить продукцию с большей добавленной стоимостью. То, что касается пространственного распределения, по сути у нас два основных центра ферросплавной промышленности. Это, конечно же, Уральский федеральный округ, там находится наиболее крупное предприятие, это Челябинский электрометаллургический комбинат, который, по сути, обеспечивает 50 процентов от производства ферросплавов. У них огромная номенклатура производства, более того, они еще производят электроды, которые необходимы для производства. На втором месте стоит Сибирский федеральный округ, это в основном Кемеровская область, но про это чуть немножко попозже поговорим. Что касается потребления ферросплавов. Здесь немножко ситуация не очень такая радостная, по той причине, что в основном у нас потребляются кремниевые ферросплавы и марганцевые ферросплавы. Почему? Что, что касается и структуры производства, что в основном производится группа больших ферросплавов, и то, что касается структуры потребления, по сути, там одна из основных причин таких структур, которые выделяют исследователи, это структура самой черной металлургии, той продукции, которую мы производим. То есть у нас в основном производятся массовые марки стали, то есть это такие достаточно стандартные марки стали, и там действительно необходимо потребление кремния и необходимо потребление марганца. Ну, для примера, в одной тонне стали всегда содержатся от 9 до 10 килограмм марганца. Вот. Почему такая структура сложилась? Это ориентация на экспорт при развитии металлургии в 2000-х и 2010-х годах, а за границей в основном ждут продукцию более низких переделов от нас, а не от более высоких. Вот. Соответственно, большая часть вот этих ферросплавов, особенно то, что касается именно кремниевых сплавов, отправляется на экспорт. То, что касается марганцевых сплавов, в основном они потребляются у нас внутри страны. Но достаточно высокая доля и импорта. То есть импорт у нас всегда держится где-то на уровне 20% от видимого потребления вот этих вот ферросплав. Причем даже видна такая некоторая положительная динамика на видимое потребление. Импорт все равно сохраняет свою долю, потому что в 2010-х годах многие предприятия черной металлургии проводили политику по расширению продукции с более высокой добавленной стоимостью, и все равно начинали импортировать вот эти вот ферросплавы. В основном ферросплавы у нас потребляют металлургические холдинги, они где-то 70% и потребляют. Остальное потребление – это трубные компании, это химическую отрасль, потому что из ферросплавов выделяют чистые металлы, вот, и какие-то некие другие, скажем так, потребители. Что касается Азиатской России, как мы с вами сказали, здесь находится один из центров ферросплавной промышленности, находится в Сибирском федеральном округе, то есть у нас здесь находится Кузнецкий ферросплавный завод, один из крупнейших в стране. Также здесь у нас находится Юргенский ферросплавный, прошу прощения, Западно-Сибирский электрометаллургический завод, и также крупный достаточно это Братский ферросплавный завод. Но на что, на мой взгляд, необходимо обратить внимание? Если мы посмотрим ту долю, которую у нас занимает Сибирский федеральный округ, особенно по ферросилицию и по фермолептену, достаточно высокая. Но на что надо обратить внимание, что эта доля достигается за счет достаточно низкого разнообразия производства вот этих вот ферросплавов. Что, в принципе, можно объяснить, по сути, отсутствием некоторых центров потребления. Это же лежит в основе того, что из Азиатской России достаточно высокая доля экспорта ферросплава на около 50%, хотя производим всего лишь где-то 30%, потому что нету таких крупных достаточно центров потребления. Ну и в целом, если такой вот краткий обзор обобщать, то какие присущи проблемы для нашей ферросплавной промышленности? Первые две проблемы, они по сути присущи и для российской ферросплавной промышленности, и для Азиатской России. Третья, она уже именно для Азиатской России характерна. Первая основная проблема – это зависимость от импортных поставок. Но здесь надо сделать акцент, что мы зависим не только от импортных поставок некоторых ферросплавов. В принципе, ферросплав мы много делаем. Но проблема в том, что многие ферросплавы мы производим из импортной руды. То есть это сложилось еще со времен Советского Союза, когда РСФСР – это производство ферросплавов, поставки шли из братских республик, то есть это в первую очередь Украина, Грузия и Казахстан. После распада СССР данная структура сохранилась. Ну вот, например, 100% марганцевых руд мы импортируем. То есть производство 100% марганцевых ферросплавов из импортной руды. Около 90% хромовых руд. Ну там, если соотношение брат, 400 тысяч тонн – это отечественные, более 1 миллиона тонн – это импортные руды. И обратите внимание, более 90% не руды для необиевых ферросплавов, а именно более 90% необиевой продукции. То есть она нам приходит как чисто в виде ферросплавов, так и в необи, содержащей стали, например, для труб большого диаметра. Причины здесь, первое – это неблагоприятные географические условия, то есть это труднодоступные места с отсутствием инфраструктуры, во-первых. Во-вторых, одна из важнейших причин – это бедность и труднообогатимость отечественных руд. Вторая – поскольку у нас бедные труднообогатимые руды, то как бы не подходят те стандартные технологии обогащения, которые сейчас у нас на наших предприятиях используются. А проблема в том, что они как с Советским Союзом были заложены, так они, по сути, и не менялись. И отсюда вытекает вторая проблема, то есть это консервативный подход к организации производства. Причем здесь имеется в виду не только отсутствие вот таких технологий, которые нам позволят рентабельно перерабатывать отечественные руды. Но здесь же и возникает вопрос относительно разработки технологий применения нестандартных феросплавов в самой черной металлургии, то есть можно просто пытаться создать другие сплавы. Решение – это, соответственно, поддержка отечественных исследователей, то есть это специализированные институты, например, Институт металлургии УРОРА, это Сибирский индустриальный университет, это МИСИС и так далее. Ну и третья причина, про которую мы уже частично сказали, то есть это неравномерность распределения центров вот этих феросплавов. Основные центры потребления – это Западная Россия и Урал, в Азиатской России таких центров достаточно мало в этом случае. Ну и исходя из этих проблем, можно рассматривать два, скажем так, типа решения. Первый тип решения, я бы его отнес к краткосрочному, то есть это развитие, дальнейшее развитие импортных связей. Но здесь возникают риски того, что мы можем некоторые каналы потерять, то есть в частности мы уже потеряли одного из основных поставщиков, то есть это Украину, она еще с 2018 года нам резко стала сокращать поставки руды. На мой взгляд, рискован Казахстан, потому что, например, железную руду Казахстан уже перестал нам поставлять, соответственно, тоже. Сейчас развиваются тесные отношения где-то с 2015 года с ЮАРом Габоном, они нам поставляют очень много руды, но кто знает, что будет завтра в этом случае. Поэтому, на мой взгляд, здесь более нужно рассмотреть, чтобы нивелировать вот эти вот риски, нужно рассмотреть долгосрочный способ решения этой задачи, то есть это переход на отечественные руды. Но вопрос, какие нам нужны. Вот исходя из тех проектов, которые мы рассматривали в рамках гранта для развития азиатской России, можно, по сути, посмотреть, какие марки стали нам нужны и какие основные элементы нужны для лидирования вот этих вот стали. В принципе, мы выделили несколько таких, то есть это кремния, марганец, хром, никель, ванадий и необы. Но три из них пока что мы не рассматриваем. Во-первых, кремния, потому что кремния – это единственные феросплавы, которые полностью обеспечены отечественной рудой, то есть мы 100% себя обеспечиваем. Ну и плюс мы с вами сказали, что в азиатской России очень много кремниевых феросплавов. Это ванадий, потому что ванадий производится у нас в основном на Урале, то есть это Евраз, производит там Тула ванадий находится завод. И дело в том, что мы потребляем всего 30% от той руды, титано-магнетитовой содержащей ванадий, которая необходима. То есть мы просто можем быстро на этих мощностях расширить объем вот этого производства ванадий. И никель. Никель в черной металлургии могут потреблять как в чистом виде, но это слишком дорого, так и в виде фероникеля. Проблема российской черной металлургии заключается в том, что мы очень мало никеля потребляем, потому что у нас мало производится нержавеющей стали. Но в качестве примера могу привести, что в общем объеме производства стали нержавеющая в России составляет всего около 0,3%. Мы в основном нержавейку всю завозим из-за границы. И пока что с никелем, ну и мы знаем, что у нас очень много никеля экспортируется, то есть есть некоторые каналы переключения, ну скажем так, на обратные поставки. Но с никелем это некая такая более долгосрочная тенденция. Поэтому рассмотрим в основном марганцевые, хромовые руды и неоги. То, что касается марганцевых руд, вот на мой взгляд у нас существует достаточно уникальная возможность создания центра марганцевых ферросплавов именно в Азиатской России. Потому что основная концентрация у нас приходится на Красноярский край, на Кемеровскую область. В Кемеровской области находится Усинское месторождение, которое содержит в себе более 98 миллионов тонн ферросплавов, если не ошибаюсь, это где-то 60% по России вот этих вот руд. Единственная проблема – это бедность. То есть они содержат всего 19,72 марганца, 19,72%. Для сравнения, основные страны-поставщики марганцевой руды, то есть это ЮАР, Австралия, Габон, в их руде содержится 40-45% вот этого марганца. То есть у нас она очень бедная. Поэтому здесь как раз возникает вот это вот основное, одно из основных направлений, то есть это технологическое развитие. В частности, вот специалисты Сибирского государственного индустриального университета, они предлагают технологию кальциохлоридного обогащения, которая позволяет в том числе вот из этих бедных руд Усинского месторождения получать концентрат, в котором содержится более 50% марганца. Более того, он подходит не только, там дело в том, что руды там делятся на два типа кальциевые и карбонатные. Кальциевые они более богатые, карбонатные и бедные. Здесь можно в том числе карбонатные руды обогащать и снижать уровень содержания вредных примесей. То есть в частности вот в Усинском месторождении содержится много фосфора. Второе месторождение такое перспективное это в Красноярском крае Пороженское, причем оно оксидное, прошу прощения, не кальциевые руды, а оксидные руды. В Пороженском месторождении оксидные руды, но они находятся в труднодоступном месте, там нет инфраструктуры, плюс в Красноярском крае уже пытались эту тему развивать, там народ просто взбунтовался против этого проекта и на почве экологии, и этот проект свернули. Отмечу, что сейчас в Еврейской автономной области запускают производство, но поскольку там опять-таки нету центров потребления, то вот эти марганцевые руды пойдут экспортом в Китай. Ну и плюс там это китайский инвестор. Вторая проблема это хромовые руды. Как мы с вами уже сказали, 90% хромовой руды у нас поставляется из импорта. Основной центр у нас добычи хромовых руд находится в Ямало-Ненецком автономном округе, это массив Фрай-ИС. Сейчас там разрабатывается центральное месторождение. Кроме центрального месторождения в этом массиве хромом входит также западное месторождение и месторождение 214. Там достаточно богатые руды, то есть 40-50% содержания хрома и наиболее перспективным считается как раз-таки развитие вот этого вот массива. Но на наш взгляд здесь как бы не закладываются перспективы создания производства хромовых феросплав в Азиатской России по той причине, что центр производства хромовых феросплавов у нас находится на Урале. Более того, что такое создание производства хромовых феросплавов? Это очень высокие капитальные затраты, во-первых, а во-вторых, 60% затрат производства этих феросплавов это сырье. Плюс сюда накладываются транспортные издержки, то есть проще это производить на Урале, а дальше уже при необходимости их транспортировать. Поэтому основные потребители это как именно заводы Урала имеется в виду для производства феросплавов. Ну и третье, что на текущий момент мы пока рассматриваем, это необий. С необием, как мы с вами уже сказали, у нас большие проблемы, потому что мы практически не производим необию продукцию, но основная концентрация необиевой руды у нас приходится на Восточную Сибирь, то есть это Иркутская область. Там находится Зиминский такой вот рудный район, в который входит Белозиминское месторождение, Большитагнинское и Среднезиминское месторождение. Наиболее перспективным выделяют Белозиминское месторождение, недалеко Восточно-Сибирская железная дорога, плюс достаточно хорошие запасы оксидных руд и концентрация оксида там не обе, там 40-44%. Более того, при разработке вот этого месторождения можно выделять высококачественный апатитовый концентрат, который позволит параллельно производить дефицитные в Азиатской России фосфатные удобрения. Также еще дополнительно выделяют Большитагнинское месторождение по той причине, что там достаточно простая геологическая структура и достаточно хорошие условия, то есть можно открытым способом в этом случае разрабатывать. В рамках данного доклада я не вынес еще одну тему, потому что еще, вернее еще одно направление, потому что пока что его начинаем разрабатывать, это использование техногенных месторождений, то есть это отходов. Дело в том, что за те десятилетия, которые у нас функционировала черная металлургия и ферросплавная промышленность, накопились огромные отходы и их можно перерабатывать. Ну, например, те же отходы производства марганцевых ферросплавов, то есть это всякие отвалы, хвосты и тому подобное, содержат 50% марганца. Соответственно, их можно перерабатывать, извлекать. Методы, в принципе, известны, это и обратная флотация, и магнитная сепарация. Вот, просто нужно этот вопрос разрабатывать. Более того, применение переработки отходов может, во-первых, помочь, ну, скажем так, поднять рентабельность некоторых предприятий. Для примера, 65% вольфрама у нас добывают в Приморском крае, а производят вольфрамовые сплавы либо в западной части страны, либо на Урале. И на текущий момент уже происходит и, как бы, не осталось там таких достаточно богатых руд, то есть там уже начинают разрабатывать бедные руды, и с учетом такого большого транспортного плеча их добыча просто становится нерентабельной. Более того, для некоторых предприятий, которые рассматривают постройку таких очистных сооружений, как некоторые затраты, да, невозвратные. Тоже вариант, что если они эти отходы будут перерабатывать, они будут тоже получать оттуда какие-то выгоды. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сергей Николаевич, очень хорошая, конкретная работа, очень главная. Спасибо. Конкретный вопрос. Там, помимо всех сюжетов, отметил сюжет, что наши металлурги потребляют никель транзитом через заграницу, да? Не совсем так. А поясните, пожалуйста, сюжет. Проблема в том, что у нас потребляется достаточно мало никеля в нашей стране, то есть они употребляют, отечественный никель, но в очень малом количестве. Просто основная часть этого никеля уходит на экспорт. А идея была в том, что в случае, если мы начинаем расширять производство нержавеющей стали, то можно вот эти экспортные потоки обратно переключить. Ну, то есть, чтобы не за границу уходил этот никель, а к нам. Другое дело, что никель, он дорогой, и в этом случае лучше развивать производство фера никеля, которого у нас нет просто в стране. То есть суть была в том, что у нас вообще с нержавеющей стали проблем, потому что туда еще применяют углеродистый и низкоуглеродистый хром, но мы его не производим. Спасибо. Я хочу спросить, то есть тут у тебя прям очень классно сформулированы конкретные предложения. Какой-то вопрос, а ты их уже где-то там озвучивал, может быть, ну, то есть эти идеи, они как-то прорабатываются, ну, там есть какие-то, может быть, предложения по каким-то проектам, или это пока только вот на уровне осознания? Ну, пока конкретно ни с какими, скажем так, производителями это не обсуждалось. Единственное, вот статья-то опубликована в бюллетене «Черная металлургия», и они, ну, скажем так, они с радостью взяли эту статью и даже попросили некое развитие это сделать, потому что это пока, скажем так, ну, некий предварительный такой вариант без конкретных оценок, там, потоков и тому подобное, да, то есть именно то, что мы можем, в принципе, в данных условиях сделать. Частично это пересекается со стратегией, потому что там стратегии тоже об этом пишутся, но мы пытаемся как бы более конкретно с привязкой не просто здесь, поэтому цель стояла не просто рассмотреть расплавную промышленность, а именно в цепочке поставок «Черной металлургии», именно вот с привязкой всей вот этой вот цепочки, начиная от сырья и до готовой продукции. Сергей Павлович, мы смотрели сегменты, которые изначально обозначили, ну, жилет, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием, по-моему, ну и так далее, да, вот, но все-таки мы знаем, что у нас очень узким местом является вообще производство особо качественных старей для самых разных сфер, те же самые подшипники и так далее. Это уже не только феррасплавы, насколько я понимаю, это различные регионы добавки. Как вот в этом направлении вы не пытаетесь посмотреть, насколько наши возможности российские есть для того, чтобы все-таки не быть так зависимым от импорта? Безусловно, тоже это важное направление. Вот сегодня, да, звучали уже у нас прекрасные были доклады, посвященные железнодорожному машиностроению, там уже говорили, что у нас с подшипниками большие проблемы. Дело в том, что в эту феррасплавную промышленность входят в том числе и легирующие материалы различные, то есть в том числе для производства вот этих высококачественных стали, но в частности, вот, допустим, коррозионные стойки сплава, да, они тоже входят вот в категорию высококачественных стали. И их мы тоже, я тоже считаю, что их необходимо рассмотреть, просто сейчас это пока что уровень привязки вот именно к тем проектам, которые мы рассматривали в рамках вот этих формирований импульсов, да, в рамках Гранта. Вот. А то, что касается, ну, такого машиностроения, мне кажется, это больше уже относится, там, к Уралу, где вот производят, там, на железнодорожную технику в этом случае. Поэтому пока что сконцентрировались на этих. Но, безусловно, это, на мой взгляд, должно в ту сторону тоже происходить развитие. Так, спасибо большое. Переходим по среднему докладу.